Вашему вниманию предлагается выступление команды «Капитанские тёщи», в которой мастер Йода из кинофильма «Звёздные войны» ответит на извечный вопрос «Что делать?». Приветствую! Поехали! Музыку включайте! Где музыка-то? Другую! АПЛОДИСМЕНТЫ Квасит! Все! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я hear you! Стопares請. АПЛОДИСМЕНТЫ РАЗИЗД Тишина, ну, сказку расскажи. Сказку? Не ворчи, женщина. Сказку можно рассказать. Каждый сказку пишет сам. Люди знают, что делать. Ну, вот так, ну, типа скажешь, что и звери сказки пишут хвостами. Звери пишут. И люди пишут. Ночами бывает такое вдохновение находят. Сядут и творят, что правой рукой пишут. Некоторые левые, а некоторые машинку испорчат. Или вот звери. Мы здесь в лесу всегда видим следы их писания. Особенно зимой, на снегу. Кролики. Кролики мудрые, не по размеру. Или вот апостолы все. Нет, знаешь, апостолы мы здесь не брать точно не будем. А вот, значит, сказка, там персонажи, да? Сказочные персонажи тоже пишут. Сказочные персонажи тоже пишут. И тоже на снегу. И тоже на снегу. Сейчас я вам расскажу сказку. Ну, давай. Такие истории часто начинаются в лесу. И в лесу покачиваются, да? Да. Был обычный день. И был обычный лес. Сосновый. Есть деревья повыше. 20 дециметров. И больше. Есть средненькие. 13-14. Дециметров. Дециметров. Есть мармин. Ниже десяти. Светило солнце. Был теплый, погожий денек. Ничего не предвещало беды. Но тут на наш лес напали пришельцы. Они захватили наш лес очень быстро. Сразу же стали захватывать землю. Они захватили нашу землю. Они поставили свои заборы. Они стали валить наши деревья. Они зажгли свои огни. Мы даже думали написать петицию ему самому главному. Но вы же знаете. Петиции петициями, а лес-то застрой. И застроят совсем фигвамами свои. Они черти чем там занимаются. Зверей привезли. Кто кисок любит. Кто собачек. Одни. Черепаху. Ну и апостол, конечно. Ну, понимаешь, люблю козу в начале мая. Да, знаю, знаю. Что ты смотришь, это юный борец. Критика. Ну, если так. Но мы знали, что есть герой, который спасет нас. Настоящий герой. Это не человек. Это суперчеловек. Сейчас вы увидите его настоящее лицо. Пластик с номерами 1, 2, 5 и бумагу мы жжем сразу. А остальной пластик мы жжем без людей или выбрасываем в мусорус. Пластик, пластик. Нет, нет, это не он. Что ты ржешь? Это не он. Да так, тряпки жгем, смеемся. Уйди, пустая голова. Еще раз. Может, попробуем еще раз. Вот он. Это мастер-яга. Света. А, мы долго готовились, он вырос. Мастер-яга. Мастер-яга, когда они угодили в наших весах? Пришельцев боитесь вы. Не бойтесь, миленькие они. Открою правду я вам. Слушайте меня. Пришельцы эти уйдут. Когда? Пришельцы эти уйдут Через Уйдут через три дня. А ты не можешь их раньше выгнать? Должен подумать я. Мастер, постарайся, постарайся выгнать их раньше из нашего леса. В астрал силы надо мне отойти. Колыбельные пока спойте мне. Колыбельные сейчас спойте. ПОЮТ 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 А ты не можешь быть раньше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они зажгли костры, они наполнены наш лес криками и привольными движениями Наш лес стал похож на балаган Да, балаган, анлимитер, теперь в каждой дыре цыгане Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Эй, зеленый, позолоти ручку Не позолоти, но Почему? Он ушел Куда? Отстрел В острал Куда? В тонкий слой мира, отличный от материального По остралу нашел, бед Это что, уже танцевали? Ну и денек Танцуй, танцуй А он спит, оказывается Мы обиделись Заклейте нас Заклейте нас Прощайте, правнучки Будулая Так Мама, нос! Мама, нос! Мама, нос! Мама! Мама! А жизнь тем временем кипела в лесу. Лесные жители удивлялись тому, что происходит. И изнывали от того, что на них свалилось новое и неизвестное. Маленькие птички пытались найти свое место в новой для них жизни. Ор! 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 Где вы, птицы? Кричали лесные животные. И птички сказали, что все невозможно стало жить в этом лесу, Карр. Ни поспать, ни поесть. Спать-то не дают. А поесть-то дают. Кстати, самый вкусный шашлык вчера при шейте с большим зверем на флаге был. Вкусно! Ты че, первый раз шашлыку зубра ела. И вообще, что дразишься? Та, что почему не позвала? Так я вас звала, а вы не пошли. Вы на дискотеку пошли. Я каркала-каркала, то все мимо. Лучше вы не пошли на дискотеку. Все лапы передавили, пришельцы. Йода, пока нас здесь сердце передавили, не пережарили. Скажи, когда они уйдут? Уйдут они, часы где тут у вас, дайте гляну. Уйдут они через два дня и тридцать четыре минуты. Песня. 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 На месте полежатые пришельцы. Они нас так достали, что злов нам не найти. Как тут прогнать в лесу никто не знает. Они нам там мешают, повсюду шастают. Они каркала, но полный каркал. Они идут налево, они идут направо. Они лежат под елкой, они сейчас в лесе. Они зверей губают, у них собаки вают. У них сортир воняет, беда в лесу на всем. Они не зверей губают, у них собаки вают. У них сортир воняет, беда в лесу на всем. Так проходил день за днем. Кто-то ел. Кто-то танцевал. Но вдруг! Друзья мои, вот он наш час. Час свободы наступил. Пять минут еще и лес снова станет свободным. Никаких палаток. Никаких шашлыков. Никаких фигвамов. Никаких дискотек. Никаких тещ. Вообще ничего. Ух, как остров. Наш лес станет тихим. Настоящим. Покойным и чистым. Солнечным. Одни деревья, река, лес. Никаких людей. Чистенько так, вокруг. Как это никаких шашлыков? Как это никаких дискотек. А куда это все ушли? У этого спросить. Мальчик, ну это куда все ушли? Вернут же мы? Да. Хорошо, хорошо. Не каркайте. Верну я их вам. Да верну я их не сразу. Подождать всего 363 дня придется вам. И лес вас снова перестанет быть тихим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.